Готовь лыжника летом. Неправильно думать, что сезон у спортсменов, которые занимаются лыжным спортом, продолжается только в период, когда земля покрыта снежным ковром. Держать себя в форме надо круглый год. В субботу, в по-настоящему летний, хоть и сентябрьский день, воспитанники отделения лыжных гонок, спортивной школы, Олимпийского резерва и УСК Подмосковья вышли на традиционный легкоатлетический кросс. Соревнования прошли в городском парке. Здравствуйте, участники соревнований! Здравствуйте! Легкоатлетические забеги обязательно входят в программу подготовки лыжников, рассказали тренеры. На эти традиционные осенние соревнования своих воспитанников выставили пять наставников. Участников более ста человек. Здесь мы проводим традиционный кросс осенний. Дети у нас дают контрольные нормативы и плюс за это еще получают награды. И мы здесь убиваем двух зайцев, проводя в парке. У нас и просто отдыхающие, которые люди смотрят и периодически к нам присоединяются на нашу секцию. И мы здесь проверяем готовность своих детей уже к зимнему сезону. В праздничной такой веселой атмосфере у нас проходят эти соревнования. Самые маленькие спортсмены бежали совсем небольшую дистанцию – 500 метров. Но и она для начинающих – серьезное испытание. Некоторым даже пришлось помогать – родителям или тренерам. Средняя группа покоряла на дорожках парка дистанцию вдвое длиннее – один километр. У ребят и девчонок 10-12 лет – разный уровень подготовки. Но чтобы выиграть заветную медаль, заслужить похвалу тренера и дать поло для гордости родителям, сил никто не жалел. Для Ромы Харькова серебряная награда стала, как он признался, приятной неожиданностью. Бежала, в общем, сломя голову. Я, в общем, сразу же решил бежать, потому что я думал, что я третье место занял. А занял второе? Да, я сам в шоке был, когда я занял второе. Ну ты доволен? Да. Осенний кросс проводится ежегодно, но год назад тренеры решили разнообразить соревнования для старших воспитанников и проводить их более увлекательно и зрелищно в форме смешанной эстафеты. Первые и третьи этапы по два километра бегут девочки, вторые и четвертые – мальчики. Главное – палочку при передаче не уронит. Пахиво, 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 пахиво. А вот и первые победители. Уставшие, но довольные, Глеб и Аня делятся впечатлениями. Нужно ускоряться, выдавать себя на максимум, так что было сложно. Соперники были хорошие. Да, соперники были хорошие, так что было сложно. Ну с собой доволен? Ну, на самом деле да. Впечатления очень хорошие. Мне понравилось бежать. Соперники в первом этапе были не очень так и сильные, но потом соперники начали улучшаться. И, ну, в конце было очень сложно. По результатам легкоатлетического кросса воспитанники отделения лыжных гонок показали, в какой форме подошли к начинающемуся сезону. Лето, конечно, любят все, но они все-таки очень ждут зимы, чтобы приступить к тренировкам по своему основному профилю. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.